Хотел бы представить вам инструмент совместного производства российской мастерской доценка ИКО и мастерской швейцарской Рейнерда Эккеря. Данный инструмент называется Галилео. Совместно мы его изготовили в городе Базелье в Швейцарии. Класс инструмента профессиональный. Приглашаем в наше ателье протестировать данный инструмент. Всегда рады. Я хочу признать, что постоянный наш координатор в этом мастер-классе международного, профессор Петербургской консерватории, советский оркестр Морильского театра, преподаватель самых ведущих музыкальных заведений по классу работы Борис Табуренко. Приветствую вам, друзья, пригласили, чтобы быть, комментарии, провести мастер-классы, и концерт в 19.00, где будут представлены уже замечательные мастер-классы из его класса. Я думаю, что можно тестировать. Значит так, я не разыграл. Сейчас и разыграешь. Это профессиональная труба, тяжеленькая такая, достаточно, не для детей. А что еще могу сказать? Мне показался тембр достаточно массовый, то есть для симфонического оркестра. Да, а что же еще? Дуется достаточно легко, то есть у меня вот Бах на 3.37, в него дуется как бы сложнее, в нее дуется довольно-таки легко. А что если вот сейчас для сравнения, то же самое на Бахе? Нет, это и на Ямахе. Ну, так можно, если я тоже на Ямахе, а потом на Ротой. Ну, у меня еще там есть своя труба есть. Это студенческая труба, да? Нет. В общем, нет, это вообще не исключение. Ну, это чувствуется, потому что она легче. Она легче. Да, именно по подаче она гораздо легче. Это прям такая серьезная, тяжелая труба. Они даже по овесу как бы различаются довольно сильно. Мариинский театр. Мариинский театр. Мне не показалось играть удобнее. То есть... Да. А это бах, да? Это бах, ну да. Нет, бах, бах? Да, это бах. Весь вопрос в том, за сколько. Если цена там 60-70 тысяч, мне кажется, вполне нормально. А сколько, так сказать, это какая-то турбас будет? 400. А, ну, в этой ценовой категории уже можно выбирать. Нет, да, действительно побольше. Всегда до конца прогулку, а потом... Ну, не то, что так, но хотя бы... Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Ух... Ух... Да можно в Нью-Йорку все равно... Был бы тут вред, я сказал, забирай в Америку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, на ней играть чуть проще. Ну... Дальше можно будет издавать новый инструмент. А так? Нет, и сразу... И миг у нее более стройная. Потому что на бахе сразу чуть... Профессор университета Западной Паралимы Постоянный координатор и арт-директор фестиваля Нашего международных программ в США Уже в течение более десяти лет Солист... Как... Юпитер... Браз... Как там... Бэд Компани, да? Бэд Инсрументс Компани Артист... Этой фирмы Ну, и международный ресторист Как-то говоря... Ему мастер-класс по произведению... Концертный этюд Елипитер Добрый день! Я Брэд Балкин, и я профессор в Трумпе в Университете Университете. В сегодняшнем классе мы будем работать на концертном этюде Александр Гёдки Добрый день! Меня зовут Брэд Куниф, я профессор по классу Трумпе в Университете Западной Паралимы. Сегодня мы будем работать над концертным этюдом Александра Гёдки. Эта фирма очень популярна в России и также в Америке. Это невероятно популярное произведение не только в России, но и в Америке. Я совершил великолепное исполнение этого произведения, очень-то неизвестно в Ампатопурге и Москве. И я также также получил много студентов, которые в Америке выступали в Америке. Я думаю, что это может быть интересно, чтобы вы услышали несколько предложений о том, как мы работаем на эту фирму в Америке. Мои ученики на протяжении многих лет также исполняют эту фирму в Америке. Я подумал, что вам будет интересно узнать, как это произведение разучивают и исполняют в Америке. Я собираю первую страницу сольной партии, а все мы разберем и более трудные пассажи. То же самое мы продемонстрируем второй и третьей страницей. Я бегаю, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Когда произведение нагрец оно в очень быстром темпе Очень трудно было сделать вдох и начать играть. Поэтому я делаю ток до начала, чтобы быть на шаг в 3-м. В 3-м такте есть пассаж 6-й. Пассаж 6-й. Пассаж 6-й. Пассаж 6-й. Если он у вас сразу не получается, нужно стараться играть его как можно медленно. Только когда вы научитесь исполнять его медленно, можно будет постепенно увеличивать темп. Еще один способ, который работает над прикатурой, с помощью так называемых кросс-ритмов. Я начну медленно и буду играть комитетный ритм. Сейчас то же самое, только в обращенном виде. А затем, как в ровной записи. Если звучит хорошо, ускоряем темп. И так далее. Звучит музыка. Когда начинается двойной эстаккад, первое, что я делаю, работаю над правильным дыханием. Для этого я исполняю пассаж, связанную восьмую дыхание. Когда я уже делаю это уверенно, я начинаю цинтировать восьмую ноту. Исполняю их тинута с тем же дыханием. Исполняю их тинута с тем же дыханием. Когда все получается, я добавляю двойной эстаккад. Вот так. Делаю выдох на протяжении всей фразы. Исполняю их тинута с тем же дыханием. Интервалы должны быть очень маленькими. Исполняю их тинута с тем же дыханием. Исполняю их тинута. Не играйте слишком быстро. Вот так. Вот так. В следующей секции есть такая фраза. Здесь вы тоже можете играть. Играть быстро можно только когда вы уже идеально играете мирно. Получилось идеально, играйте быстрее. Снова идеально, снова быстрее. И так далее. Некоторые интервалы довольно коварные за их диапазон и аппликатуру, и их очень легко испортить. Я делаю так. Сначала играю связно. Когда я контролирую музыку, я возвращаюсь и начинаю аппетитировать музыку. Наконец, когда все звучит хорошо и точно, я укорачиваю, облегчаю исполком. Старайтесь исполнять интервалы жанра. С вашим документом. И это помогает. Во время атаки я также начинаю сполочить. И это помогает. И это помогает. «То же самое с этим пасом шелом. Я делаю ногу заданное начало, так в одноклассочном времени, чтобы как следует вдохнуть и вступить в уровень, не откладывая все до последних моментов. Наконец, последний пассаж. Опять же, как я уже говорил, начало играть с интервалом связанным, с протяжным, а затем пробовать акцентировать новые стенки дыхания. Опять же, старайтесь положить интервалы с жадом на одном дыхании. Чтобы добиться такого звучания, сначала нужно сделать дам. Получилось идеально играть за пастырино. Снова быстрее, снова быстрее и так далее. Снова быстрее и так далее. Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА